Невнимательность и неуверенность с этим часто сталкиваются дети, когда читают новую книгу. Увеличить скорость и улучшить качество чтения ребенка вполне реально. Скорочтение вслух это не скорочтение, это техника чтения, мы сдаем технику чтения. А скорочтение начинается тогда, когда ребенок закрывает рот и узнает слова. Когда ребенок проговаривает текст про себя мысленно, он не читает быстрее, чем он читает вслух. Развить боковое зрение и повысить объем восприятия слов – вот с чего можно начать. Таблица Шульта как раз подойдет. Это такая квадратная матрица, в ее ячейках хаотичный порядок букв или чисел. Задача ребенка – смотреть только на середину таблички и сосчитать все числа по возрастанию. Путает окончание и часто возвращается к прочитанному нередкие проблемы школьника. А если он начинает обращать внимание на буквы, сразу теряет смысл и пересказывает текст с трудом. Пересказ – это то, как ребенок понял прочитанное, поэтому дословный пересказ обычно не нужен. Предложите малышу поиграть в упражнение «молния», от такого он точно не откажется. С каждым разом нужно увеличивать количество прочитанных слов между попытками пересказ своими словами. О чем было, кто был главный герой, что происходило, какие-то главные моменты. Они делают это упражнение для того, чтобы было прочитано как можно больше объема текста. Ну и, соответственно, они во второй раз, когда прочитывают, они соревнуются сами с собой, чтобы обогнать самого себя. Заниматься скорочтением лучше с 10-11 лет. На самом деле, хороший результат – это не количество слов в минуту, а интерес к книгам и осмысленное чтение. Редактор субтитров А.Семкин